Как грамотно общаться с подчинёнными, принимать стратегические решения и эффективно распределять рабочее время? Ответ на этот и другие вопросы узнали участники уже третьей по счёту стажировки Тень директора. Корпоративный университет является организатором данной стажировки, поэтому мы берём на себя ответственность за организацию, сопровождение и оказание помощи стажёрам, ну и, конечно, менторам. Стажировка в формате Тень директора – это один из этапов на пути к зачислению в кадровый резерв департамента. И все эти наши коллеги, управленцы, которые мечтают быть и хотят быть директорами московских школ, обязательно в том числе проходят такую стажировку. В ходе стажировки главная задача самой Тени, стажёра, во-первых, серьёзно познакомиться с деятельностью директора школы и вообще понять для себя, готов ли я быть директором московской школы. Две недели, 19 менторов и 19 стажёров, которые буквально шаг за шагом следуют за своим наставником. Например, Алиса Волченкова стала тенью директора школы номер 1637 Натальи Зуевой. Признаётся, что сейчас процесс управления школой видит совершенно по-новому. Наталья Андреевна смогла показать мне практически всю, наверное, свою жизнь как директора и школы, как целого организма изнутри. Это и основные управленческие инструменты, которые она использует ежедневно в своей работе. Это и особенности управления и коллективом, и детским коллективом, и в целом образовательной организацией. Образовательной организацией, которая успешно реализует городские проекты, математическая вертикаль, медицинский, кадетский и медиакласс в московской школе, имеет современную медиастудию. Собственно, это помещение, которое было поддано ребятам, которые являются участниками проекта «Медиакласс». Моя тень Алиса Сергеевна, собственно, проживает со мной весь рабочий день. Мой рабочий день начинает с 8 утра, а заканчивается в зависимости от событийности и насыщенности этого дня. Задача этой стажировки максимально погрузить стажёра в работу действующего директора. И, наверное, в большей степени дать понять, в каком же действительно режиме многозадачности работает действующий руководитель, и какие задачи, а самое главное, как он их решает. Все полученные знания участники представили на защите проекта «Видение стажёра своей управленческой деятельности как руководителя образовательной организации». И теперь уверенно могут выстраивать уже собственную модель управления. Субтитры создавал DimaTorzok